Здравствуйте! Я устала, 18 лет живу с мужем, но, как поняла недавно, я его не люблю и не любила. Стали жить, потому что я забеременела. Сейчас трое детей, один из них инвалид тяжелый, один из них инвалид тяжелый ребенок. Не хочу с ним жить, но понимаю, что не смогу содержать семью, так как сижу дома с ребенком. Получается, что живу с ним из-за денег, это ужасно. С Богом 6 лет, муж неверующий, не могу понять себя, нет желания что-то делать, не знаю, что люблю, не умею принимать решения и все время мечусь. Ну, во-первых, вот она сама отвечает на свой вопрос. Ты знаешь, когда так женщина отвечает или мужчина, прожив с человеком 6 лет, 10-12, я его не люблю. Ну, во-первых, это неправда. Это 100% неправда. Сегодня мы вообще на самом деле в ужасное время живем, когда институт брака очень обнулился или, как скажем, стал ничем. И сегодня век удовольствия. Если я не испытываю это чувство букетно-конфетного периода, как он называется, значит, я не люблю. На самом деле, что такое любовь? Любовь – это некий завет. Что такое завет? Заветное отношение – это не брачный договор. Когда вот мы подписали договор, да, есть обязательства договора. Мои обязательства, твои обязательства. Если ты не исполняешь, я имею право расторгнуть договор. А брачный союз – это не договор, это завет. Ну, если говорить христианским языком, да, если мы претендуем на христианский брак, или мы претендуем на то, чтобы сам Бог явился в нашу семью, то мы должны тогда и идти этими духовными принципами. И эти духовные принципы нас учат тому, что семья – это не только лишь эмоция, да, это завет. А заветное отношение – это однажды сказанные вслух обещания. во время сильных эмоций. Понимаешь? А сегодня сезон, когда, да, когда бытовуха, рутина. Есть даже такой момент, там, даже если люди, кажется, ну, вот смотришь, допустим, на женщину, на красивую. Ой, муж ей изменяют. Как он мог ей изменить? Она же такая красивая. Или как она могла ему изменить? Он же такой хороший. Есть момент присыщенности, есть момент, когда люди не сдают свои экзамены. Да много моментов вообще в жизни. Но есть заветные отношения. И заветные отношения, они имеют результат только тогда, когда мы проходим вот эти все тяжелые моменты. И, конечно, мы очень часто смотрим на свою жизнь в рамках ситуации. Вот сейчас ситуация происходит, я несчастная, мне плохо, я его вообще на самом деле никогда не любила, и вообще все плохо. А вот помести, допустим, ту же самую женщину, там, вперед, там, на 15 лет, вот сколько разговариваю с женщинами, все сожалеют о том, что ушли от первых своих мужчин. Так же, как и мужчины. В основном. Бывают, конечно, исключения, бывают, там, из ряда вон выходящие ситуации, но... Я так понимаю, мужчина не выпивает, потому что об этом сразу указывают, что содержит семью. Не верующий. Ну, это вообще не показатель, верующий, не верующий. Можно в старушек такое небольшое сделать, что многие женщины приходят в церковь, будучи замужем, и когда муж их не хочет обращаться в христианство... Такое, он у него печать ставит. Да, сразу все, да, я его не люблю, да, зачем он мне нужен? И ей кажется, когда она смотрит на другие христианские семьи, вот у них так все хорошо, они вместе ходят в церковь... Поверьте, это все неправда. Да, и они считают, как будто от этого балласта уже избавятся. Что в таких ситуациях? Да, это иллюзия. Он так вот, что вот нету разницы между мужчиной верующим и неверующим. Это один и тот же мужчина. Да, дома они примерно все один. Только этот рожденный свыше человек, и человек встал на путь перемен, так скажем. Но не факт, что перемены произойдут в его жизни. Ну да, но многие утверждают, что все-таки общие ценности, это что-то особенно объединяющее, это все-таки очень важно и влияет. Да, это так. 100%. Ну что делать вот женщине, когда она вот оказалась в такой ситуации? 18 лет. 18 лет. Она 18 лет с ним живет? Я думала, 6 лет. 6 лет она верующая в церковь ходит. 18 лет. Не, нельзя, нельзя ничего портить. Надо этот сезон пережить. А чтобы его пережить, и чтобы что-то реально поменялось в жизни, вот девушка отвечает там дальше на вопрос сама себе. Я себя не люблю, я не знаю, чего хочу. Не знаю, что люблю, да. Не знаю, что люблю. Как вы можете говорить, любите вы его или нет, если вы вообще не знаете, что любите? Это, да, это закон. Если, Слово Божие нас учит этому. Возлюби ближнего, как самого себя. Если я сама себя не люблю, я не смогу по-настоящему любить ближнего своего. Мне будет, я буду постоянно плавать в этих понятиях любви. Вот, поэтому все-таки надо начинать с себя. Что такое любовь? Ну, в данном контексте, наверное, человек перестал переживать эмоции. Эмоции мы перестаем переживать, по-моему, через два года брака, ну, это максимум. Любовь – это такое понятие, ну, это, наверное, правильно мы… Я все не могла раньше понять, пока замужем не была. Думаю, что такое любовь, что значит решение. А когда в браке, причем не первый год, я все-таки стала понимать, что же такое любовь, и что на самом деле любовь, как нам Библия описывает, это порядок некоторых действий, которые мы делаем ради этого человека, с которым заключили завет. И не всегда есть вот эта эйфорически, ну, не эйфорически, не всегда есть вот эта химия между вами. Наверное, эти эмоции – это все-таки, наверное, отчасти сезонность какая-то. Либо вот они у тебя присутствуют, какой-то этап жизни, потом более сухой этап наступает. И вот… Ну, как природу нам проповедовать. Сейчас осень. Все, все идет на спад. Настроение не очень. Солнца нет. И кажется… Потом зима. У зимы есть тоже свои моменты. Есть холодные, есть классные моменты. Потом весна. Потом лето, зной. Уже все надоело. Ну, что же, например, я продолжаю в эти моменты делать? Даже в сезоны ненастья я все равно продолжаю… Быть в завете. Быть в завете. Быть… Вкладывать в своего мужа. Я также, может быть, скажу ему хорошее слово. Сделаю что-то для него приятное. Скажу, что я его люблю. Хоть в этот момент я, бывает, порой ничего не чувствую. Это простит меня сейчас. Мой муж, он смотрит на дефир. Да, он смотрит. Муж, я тебя люблю. Не, и то же самое со мной. И есть сезоны в жизни, мне кажется, я бы смогла бы пойти бы и тоже расстаться бы со своим мужем. Потому что я ничего к нему не испытываю. А из-за того, что я в завете с этим человеком и у нас общая жизнь, в которой мы живем уже долгие годы, вместе в 16 лет, и все, и ты проживаешь эти сезоны, и опять выходишь на новый качественный уровень жизни. Это естественно. И он также сдает свои экзамены, и я сдаю эти экзамены. Но они не всегда. Это как сезон какой-то маленький. Ты проходишь его, идешь дальше. Вот как настроение женское. А если действительно девушка вышла... Я тебя перебиваю, извини, пожалуйста. И хорошо. Я просто мысль пытаюсь вставить вовремя. Если действительно девушка, ну не было у нее, не пережила она этот спектр эмоций, вот эти вот все химические взаимодействия, и вроде бы, может быть, она вышла замуж и без любви. Ну почему нет? Всякое бывает. Не пережив эти эмоции. Возможно ли ей в данный период, вот 18 лет прошло. Но опять же, у меня вопрос, что она делала все эти 18 лет? Лелея вот эта вот нелюбовь, якобы не старалась вкладывать в свой брак, или все-таки она в этот момент трудилась, несмотря ни на что. То есть мы в Завете, ну как или тогда у нас был заключен в ЗАГСе брак, да, несмотря на это, все равно что-то же делала для своей семьи. Она была хорошей женой, она, может быть, была хорошей подругой для своей семьи. Своего мужа там, вот эти все функции, не буду сейчас все перечислять. Или она просто вот жила и не вкладывала ничего в брак, вот как вот оно идет, так идет. Но не люблю и не люблю. Как вот все-таки происходило, непонятно. Но вот как вот, можно выйти из этой ситуации? Да, конечно, можно. Это, во-первых, труд двоих. Но кто-то должен начать первый. Либо сесть договориться, попробовать. Либо просто пережить этот сезон. Я не думаю, что все 16 лет было так все плохо, что люди так долго живут. Не бывает такого. И поэтому, да, возможно, возможно. Это все вклад. Но я бы все же начала бы немножко с себя. Потому что часто женщина теряется. Ребенок инвалид. Я представляю, что это быт, рутина, стресс, это постоянный уход, это созависимость. Ну, когда ты уже живешь не свою жизнь, а жизнь ребенка. Конечно, женщина еще молодая. И, кстати, многие мужчины, когда вот такой проблемный ребенок в семье рождается, они оставляют семью. Да, он живет. Он живет и содержит. Да, слава богу. За такого мужчину. Поэтому, я думаю, можно найти плюсы в этом человеке. И еще тоже скажу момент. Честный. Ну, по-настоящему. Простят меня все мужчины. Нормальные мужчины, если им уже 30, и дальше пошли до 40, просто так по улицам не гуляют. Вам либо уводить из семьи, брать на себя грех. Вы людях-то не живите. Где же возьмете мужика-то хорошего? С тремя детьми. Либо, если он болтается до сих пор, так это скелеты в шкафу. И кто полюбит ваших детей, если не собственный ваш муж? Поэтому будьте очень аккуратны вот с этой игрой в любовь. И неизвестно, чем это все закончится. И как бы не остаться у разбитого корыта. Я бы все же сражалась за семью. Вот и все. Да. А поэтому, если вы думаете, что вы будете еще там счастливы с кем-то еще, то, ну, может быть, такой мужчина берег себя для вас, там где-то жил. Не знаю. Ну, это, конечно, неправда. Это иллюзия. Я вот сколько знаю девушек, которые, если прожили этот критический возраст, или как прожили этот молодой возраст, когда выходили все замуж, то потом очень сложно встретить достойного человека. А особенно, если эта девушка в церкви, она же ждет этого сверхъестественного духовного принца на белом коне. А все очень стандартно, банально и по-человечески, естественно. И потом ты понимаешь, что твой муж был самый лучший. Я думаю, все-таки можно по-разному отнестись к этой ситуации. Можно 18 лет ничего не делать для этой любви, и ты действительно будешь несчастным. А можно сделать огромный вклад, потому что любовь действительно это труд. Это колоссальный труд. И если мужчина сегодня с вами, он поддерживает вас, несмотря на вот эти трудности, которые происходят в вашей семье, то я думаю, можно найти много-много плюсов в этом человеке, много причин для того, чтобы созидать свою семью и делать в нее вклад. Это труд. Это нелегко. Но это возможно. Есть такой фильм «Огнеупорный» называется. Смотрела? Да, смотрела. Мощный фильм. Когда семья рушилась, и конкретно выход, что делать? Это мелкие-мелкие, маленькие, чуть уловимые шаги в сторону друг друга. И там было все с одной стороны. Мужчине приходилось делать шаги по отношению к жене, которая собралась от него уходить. И все-таки чувства или как заветные отношения победили. Стабильные отношения всегда победят эмоцию. Кстати, девушка пишет, что она недавно поняла, что она его не любила на самом деле. Это неправда. Это ложь. Это ложь. Это неправда. Это на данный момент вы так чувствуете. И ваш мозг, он не выдаст новой информации никакой. Он все заблокирует доброе и выдаст только плохое. А на самом деле вы любите его. И до сих пор любите. И если вы вдруг с кем-то свяжете свою жизнь, с новым человеком, всю жизнь будете его сравнивать с этим мужем. Да, 18 лет. 18 лет не выкинешь. Это не вырезать. И знаешь, мозг это не вот такая лента, где можно вырезать и склеить. Это все же это память. И ее уже не вырезать. И поэтому я бы на вашем месте сейчас не делала бы резких движений, а нашла бы какие-то хобби, увлечения. порадовала бы себя, свою душу. Вот помимо того, что мужчина приносит в нашу жизнь какую-то эмоцию, допустим, чувство любви, принятие и всего остального, также еще в нашу жизнь, если вот убрать мужчин, приносят в нашу жизнь многие другие моменты счастья. Допустим, разные хобби, увлечения, какие-то еще моменты. Ищите себя, я не знаю, пробуйте что-то. Вот я однажды, когда переживала сильный кризис в своей жизни, увлеклась фотографией. И в этот момент родилась вот моя книга «Мысли, образы» очень хорошая. Я недавно пересматривала все свои работы и думаю, надо же, я вспоминаю эти эмоции, какие я переживала. Такое чувство, как будто я заряжалась. Батарейка у меня была на 100% заряжена. Потом этот момент ушел, мне уже не стало не так интересно, я увлеклась одеждой, я начала развивать это дело. Тоже увлеклась. Сегодня у меня иные увлечения есть, но какой-то творческий такой порыв у меня немножко затих. А сейчас иной у меня, так скажем, порыв открылся. Пока не буду рассказывать. Меньше знают, лучше спят. О, Боже. Вот. И я к чему? К тому, что всегда нужно понимать, что помимо того, что есть муж, дети, еще есть просто вы. Вы одна пришла на эту землю и одна уходить с нее будете. А еще хочу сразу, так как это наша передача, и я имею полное право говорить рекламу, я вот сейчас прям скажу вам. 18, 19, 20 октября будет отражение в зеркале. Такой тренинг мой авторский есть. Отражение в зеркале. О чем идет речь? О том, что если подвести сейчас вас к вашему такому виртуальному духовному зеркалу, как правило, вашего отражения там нет. А как можно любить человека, который наотрез отказывается любить себя? И вот как раз пройдя этот тренинг, он идет три дня, вам не нужно будет никуда ехать, вам нужно будет просто приобрести онлайн-курс и пройти этот тренинг с домашними заданиями, пройти его. И если вы сделаете все правильно, вы сможете сделать этот уверенный шаг к тому, чтобы увидеть себя вновь в отражении. Я однажды пришла к такому состоянию, что я поняла, что меня нет в списке живых. Есть мои дети, есть мой муж, есть церковь, есть люди, обязательства, меня там нет. А когда меня нет, я несчастнее всех женщин на земле. Меня ничто не радует. Ни муж меня не радует, ни дети меня не радуют, ни церковь, ни увлечения, ни все то, от чего я раньше получала удовольствие, бежала к моим целям, вдруг, в миг, они для меня стали ничем. Почему? Потому что я достигла вот такого рубежа, пика своего, своего, так скажем, развития. Мне казалось, развитие, я развивалась в разных сферах, но как личность, как самобытная личность, то, что нравится конкретно мне, я в этом не развивалась. И это ошибка многих женщин. Поэтому жду вас. Будьте с нами на этом тренинге, и вы получите конкретные рекомендации, конкретные инструменты, благодаря которому вы сможете пойти дальше. Но после эфира мы все же с вами свяжемся, и наша команда послужит вам, послужит вашей душе, вашим эмоциям. Поэтому спасибо за вопрос.